У нас сегодня лекция называется «Кот и или пёс? Какое место занимают кошки и собаки в психике человека?» Я хочу представить наших сегодняшних лекторов. Сначала хочу представить девушку. Это Уварова Екатерина. Она ветеринар, биолог, аналитический психолог, член Уральской ассоциации аналитической психологии. Прошу, Екатерина. Второй наш сегодняшний гость – психоаналитик Андрей Ворох, член ЕРПП, кандидат физико-математических наук. У меня тут написано «кошатник», но я думаю, что Андрей сам расскажет, насколько он кошатник, насколько не кошатник. Итак, хотелось бы начать вот с чего. Почему и как люди заводят питомцев? Вот, Екатерина, вы могли бы пару слов? Вопрос очень обширный. Наверное, начать надо с того, что посмотреть на биологию нашего вида, хомо сапиенс. И мы, как вид, вид очень социальный. Нуждаемся в общении с себе подобными. И, вероятно, домашние животные очень часто могут выступать в качестве помощников нам, как членов своей семьи или каких-то социальных представителей. А вообще вопрос, наверное, по поводу того, кто кого заводит, довольно тоже спорный, потому что до сих пор ученые не придерживаются единого мнения о том, и когда была одомашнена собака и кошка, и каким образом это было сделано. И более того, есть предположение, что собака, точнее, предки современных собак одомашнили себя сами, потому что увидели необходимость и выгоду жить рядом с человеком. А вот кошку одомашнили люди, потому что очень нуждались в ее помощи. И мне кажется, очень хорошо, есть такая поговорка, пословица, что собака говорит, человек меня кормит, наверное, он бог. А кошка говорит, человек меня кормит, наверное, я бог. И вот здесь, наверное, самые большие отличия между собаками и кошками. Но то, что человек очень много выгод получает от совместного проживания вместе с кошками, собаками, это точно так, но я думаю, подробнее мы поговорим об этом чуть позже. Да, спасибо, Андрей. И как считаете, почему и как люди заводят питомцев? Ну, в вашем случае, может быть, кошек? Да, я заводил сюда кошек собаке. Хотя были случайные связи в деревне, отдавали песика, маленького щеночка, он остался, соответственно, у родственников. Даже еще не так давно, лет 50 назад, у большинства людей на Урале были, в качестве питомцев крупные, рогатые, парнокопытные животные. И вот общение с ними, вообще огромное количество, там, гуси, куры, да, это все. Собаки и кошки были одни из многих. Просто нам, городским жителям, определенно хочется что-то соразмерного квартире дома держать. Есть, наверное, те, кто может держать и кого-то покрупнее. Но все-таки мы стремимся к тому, чтобы было комфортно жить. И, исходя из такой психологической подоплеки, вот Катерина говорит, что попозже мы поглубже погрузимся. Есть некоторая потребность, наверное, все замечали, в каком-то возрасте, как вы думаете, в каком, в 5, в 7, в 10 лет, когда хочется питомца, прям вот сил нет. В 3 года, да, вот, говоря, подсказывают, в 3 года, там, конечно, ответственности очень много можно взять. Да, у меня дети, вот, после, собственно, того, как я уже решил, что все, баста, тут же дети сказали, все, надо заводить точно кошек. Вот, и, конечно же, кто за ними ухаживает. Дети, конечно, их кормят активно, но все остальное делают уже родители. И вот, когда какая-то потребность именно в детском возрасте, она присутствует. Ну, вот, опять же, чуть позже мы поговорим, почему именно в детском возрасте, что там такое происходит с взрослением, что хочется какого-то такого существа рядом, которое, может быть, было бы послабше чуть-чуть, и что-то такое выражало, что по-другому никак не выражается. Ну, отлично. Вы как будто бы уже интригу завели сегодняшней нашей встрече. Ну, вот, в чем особенности, в чем различия собак и кошек при взаимодействии с ними? Екатерина уже сказала немножечко про это. Ну, а если об этом побольше поговорить сейчас, чуть поподробнее остановиться на этом. Вот, Катерина, наверное, у вас и собаки, и кошки. Я понимаю, правильно, да? Да, я и собак, и кошек люблю и содержу. Ну, вот на данный момент у меня собака, вот поэтому как-то сегодня я примкнула к клану собачников. В чем разница взаимодействия между кошками и собаками и людьми? Наверное, собаки, они в более таком подчиненном, что ли, состоянии, да. Кошки такие сами по себе, но и те, и другие животные, и тот, и другой вид, это, наверное, такой объект, в который можно поместить все, что угодно. И в этом их прелесть. И по большому счету собака и кошка являются очень точным отражением хозяина, таким неким зеркалом. И по домашнему животному можно очень много сказать о его владельце, о степени их контакта. И чем больше человек вкладывает своего питомца, тем и глубже у них контакты, тем более они, наверное, такие индивидуальности становятся. В смысле, кошки или собаки. Ну и прочитала я недавно статистику, по-моему, 2007 года удивилась, что до сих пор сохраняется закономерность, что количество собак у людей обратно пропорционально количеству людей в городе. То есть сейчас, условно, в деревнях содержится до 70% собак, а в городах, соответственно, вот оставшиеся 30%. То есть чем меньше деревня, чем больше город, тем меньше в городе собак, тем больше в деревне собак. Ну, потому что в деревнях сейчас до сих пор собаки – это такие помощники. А в городах это скорее… Питомцы. Ну, питомцы-то да. Члены семьи практически. Да. Ну, словно так, собака служит человеку в деревне, а человек служит собаке в городах. Наверное, так. Тут я хотел бы, Катерина, вас прям подспрашивать. Почему? Собственно, я не завожу собаку, я не могу представить себе. Встать утром, снег, слякоть – вот это все наше текущее. Значит, потом утром, потом еще днем, скорее всего, надо, да? В зависимости от размера собаки. Вот. Причем маленькие, так понимаю, сильно активные еще, да? А большие еще… А больших надо гулять при этом побольше. Очень по-разному. Вот как, вот, скажем так, какими качествами должен обладать человек психологическими, да, чтобы сметь завести себе собаку? Большим желанием. Вот про себя могу сказать. Меня тоже, то есть я всю жизнь мечтала о собаке, родители у меня, физики, научные сотрудники, для них вот это вот все совершенно было ужасно и невозможно. Я говорю, я хочу собаку, мне говорили вот примерно так же, как Андрей. Это же вставать в 6 часов утра, это же невозможно. Да, извините, Катерина, перебью. В анамнезе я физик, научный сотрудник в прошлом. Вот. Так вот, видимо, это у физиков. Вот скажу честно, я сейчас с собакой гуляю первый раз часов в 12 дня, а то и в час. Правда, вечером я с ней гуляю тоже примерно часов в 11, вечера или в 12. То есть главное выдержать примерно 12-часовой интервал между прогулками, и средняя и крупная собака совершенно спокойно с этим справляется. Более того, расскажу пример с практики. Меня совершенно поразила мама одной знакомой, которая очень любила собаку. У нее на тот момент была догиня. Это были, по-моему, 90-е, когда с работами было плохо. Этой женщине предложили работу на вахте. Ей надо было уезжать на 5 дней, а собаку было брать с собой совершенно невозможно. Куда-то ее девать тоже не представлялось возможным. И эта прекрасная женщина научила догиню ходить в туалет, в унитаз. Более того, она даже попробовала сделать так, чтобы догиня смывала за собой, но тут оказалась очень хрупкая конструкция смывательного устройства. Поэтому, в общем, она проиграла в схватке с челюстями собаки. Но на самом деле нет ничего невозможного, было бы желание. И с моей точки зрения, с собакой жить гораздо проще, чем с кошкой, потому что она более управляемая. И собаке хочется делать так, чтобы хозяину было хорошо. А отнюдь не всем кошкам это хочется. Но вот у меня была кошка ориентальной породы, это восточные кошки, они такие более направленные на контакт с хозяином. И вот она тоже очень четко знала, что мне не нравится, и это не делала совершенно добровольно. При этом была кошка-дворняшка, подобранная на улице, она прожила 18 лет. Вот с ней было чуть сложнее договориться. Ну, в общем, тоже можно. Так что, Андрей, это все домыслы по поводу 6 часов утра. Главное, чтобы было удобно хозяину. А перед тем, как передать тебе слово, мне захотелось обратиться к аудитории. Я в самом начале не спросила, можно вас попросить проголосовать, показать вообще, кто сегодня пришел. Есть ли у вас кошка? Поднимите, пожалуйста, руку. Ух ты, лес рук. Отлично. Отпустите. Есть ли у вас собака? О, вы в меньшинстве сегодня. Вот, я хотела как раз, сейчас немножко, Анна, возьму слово. Кладываемся в статистику. Вот то, что Катерина говорит, что в городе собак меньше, да, вот, вот, налицо. А второй момент, что по статистике, Россия самая кошковая страна в мире. Вот, знаем только, следом идет Турция. То есть, у нас больше всего кошкам там о хозяйстве приходится. Детя, у кого кошка и собака. То есть, те, у кого собаки, собственно, у них и кошки. То есть, это такие лояльные, как, собственно, Екатерина. Вообще считается, да, что кошка проще в уходе, но это же тоже какое-то такое устоявшееся мнение. И, наверное, тут для каждой свое выбирает. И более того, наверное, прежде чем завести животное, было бы здорово изучить его биологические особенности и походить куда-то, где можно увидеть воочию это животное. Потому что, опять-таки, из личной практики заводчица Лабрадоров рассказывала, как ей звонила женщина и говорила, мы хотим завести собачку для ребенка. Ну, ему три годика. И когда ей сказали, что, в общем, это вам придется ухаживать за собакой, женщина была несколько удивлена, начала расспрашивать, что и как. Потом сказала, гулять. Три раза в день, грызть, обувь, лужи убирать. Нет, что-то мы, пожалуй, погорячились. При этом она была готова заводить собаку довольно дорогую. Да, но вот как будто бы некие идеальные представления о том, как должно быть, Тут скорее, как это, желание ребенка как-то проникло в мать, и она регрессировала вместе с ним, думая, что собака просто будет рядышком дружить и все. При этом тоже часто бывает так, что у нас маленький ребенок, поэтому от собаки или кошки надо избавиться. Почему? Или там ребенок лезет к кошке, и мы ничего не можем с этим сделать. Почему? Ну, не знаю, мне кажется, было бы желание. Тут вот такой момент, собственно, может быть, постепенно переходя к тому, что же в нас они цепляют, эти существа, что вот есть такое мнение, что как раз тот, не знаю, Катерина, согласитесь, его нет, что собака, она по уровню развития, такому ментальному, совпадает как раз примерно с трехлетним ребенком, и как бы вот, то есть трехлетний ребенок, он уже говорит, он уже коммуницирует, он слушается, он социален, и при том достаточно общительный, весел. Как вы думаете, это мнение, как бы оно имеет место, почву под собой? Вы мне про ребенка или про собаку спрашиваете? То, что собака как бы соответствует трехлетнему ребенку в развитии, в отношениях со взрослым человеком. Ну, есть такие, да, выкладки, есть такое мнение, и даже про речь, тоже, кстати, очень интересное было наблюдение, как-то предположение ученых, что собака начала гавкать для того, чтобы человек ее лучше понимал. то есть, как бы человек не очень понимал собаку, поэтому собака придумала способ взаимодействия, чтобы человеку стало понять. А есть же такое же и про кошку, что она мяукает как раз для человека. Да, и более того, прекрасный опыт новосибирских ученых по домашниванию лисиц на протяжении многих десятилетий привел к тому, что лисицы, которых выбирали только лишь по лояльному и дружескому отношению к человеку, эти лисицы постепенно у них начали опускаться уши на хрящах, у них начало заворачиваться хвост, и они начали прекрасно гавкать. то есть, вот это как бы признаки одомашнивания. Вот. И, кстати, тоже про собак, тут тоже прочитала недавно, как предположение, удивилась, что раньше люди же, они были кочевыми, кочевой образ жизни вели, и потом, когда они стали более-менее оседлые, вот как раз появились собаки, это примерно так, около 30 тысяч лет назад, тоже по разным данным, ученых по-разному. Так вот, что это именно люди от собак научились метить свою территорию, обозначать каким-то образом, ну, например, визуальным, потому что приматы, они до сих пор современные группы приматов, они только в вокализации, то есть голосом могут метить территорию, ну, то есть, грубо говоря, покричать, побить себя в грудь, как горилла, да, это вот мое, вот, а человек так не умел, а с собаками пожил, такой, о, интересно, они гавкают, это наша территория, вот, более того, и человек вот изначально увидел выгоды сожития с предками собак в том, что, например, собаки гавкая охраняли свою территорию, предупреждали древних людей о какой-то опасности, это было выгодно, то есть, такое очень взаимовыгодное сотрудничество было, потом начали вместе охотиться, то есть, так человек, как бы, присматривался. Я все-таки верну к вопросу, какими, какими качествами, это, должен обладать собаковод, по-вашему, отличающими его от, ну, кошковод странно, вот, собаковод нормальное слово, а кошковод, вот, уже ненормальное слово. Потому что кошку не водят, она ходит сама по себе. Фелинолог, да, правильно? Да, наука о кошках называется фелинология. Вы знаете, я не могу назвать каких-то вот четких качеств, что вот если ты такой, то тебе только собака, а если ты только такой, то тебе только кошка. Ну, что собака любит, ну, то, что любит, но она умеет подчиняться, умеет команды исполнять, а кошка нет. Это тоже спорный момент. Как будто бы, все-таки, тот, кто собаку заводит, умеет и любит немножко властвовать. Возможно, да, то есть, опять-таки, я говорю, что собака, наверное, более пластична, и поэтому она, как вот материалка глины, из нее можно вылепить все, что угодно. И это даже закрепляется целыми породными группами. Вот есть овчарки, которые душу отдадут только лишь бы служить. Вот они ходят за хозяином, говорят, ну, что еще сделать? Ну, чем тебя еще порадовать? При этом... Как в меме, я все бросаю, когда собака, например, психоаналитика, я все бросаю, бросаю эту палку. Может, она ему не нужна? Да, это ее очень расстраивает. С него бегут, бегут за эту палку, когда я приношу ему. Да, да, да. Вот. При этом есть собаки, отдельные породы, которые выводились в качестве еды для человека. Есть ездовые собаки, которым вообще все равно, кто ей управляет. И вот сейчас очень популярна порода хаски, маламуты, они, безусловно, очень красивые, совершенно не подходят для содержания дома, потому что у них кипучая энергия, им постоянно надо работать, им очень жарко дома, и если хозяин не находит выхода этой кипучей энергии, не грузит их работы, то собака находит сама, и отнюдь не всегда хозяин рад, потому что квартира будет полностью разобрана. Но при этом маламуты и хаски, они не хотят служить хозяину, им все равно, кто там сзади в повозке, которую они везут. Точно так же, как есть породы кошек, которые ориентальные, и они очень, мне кажется, направлены на тоже угадывание неких желаний хозяина. Собственно, хаски, маламуты, ближайшие, прямо от волков, небольшая дистанция генетическая. Ну да, считается, что вот эти северные породы собак, они одни из самых древних, и возможно, у них даже были какие-то отдельные предки в свое время. То есть, такая теория, покрытая мраком. Мы немножко каждый раз касаемся истории. Мы как будто переходим к тому, откуда вообще все это взялось. И можно вот, наверное, побольше поговорить об этой мифологии, мифы, связанные с кошками и собаками. Я думаю, Андрей, здесь подключишься побольше, потому что у нас сегодня очень много любителей кошек. Зато Катерина юнгианский психолог, и там про мифы знают все. А я вот, кстати, нашла, что, вот согласитесь вы или нет, что как будто бы и у кошки, и у собаки в мифах примерно одна роль это быть проводником между мирами, между смертью и жизнью. Что там, а ну без вспомнить, что кошки, которые такие вот, и вроде они в ночи ориентируются и где-то там прислуживают бабе-яге, где-то... Псы-гекаты, которые вырываются из-за мрака ночи. Такие проводники. И на самом деле, с точки зрения психологии, мне кажется, что как раз это их объединяет, что это проводник нас в мир каких-то более древних инстинктов, паттернов и прочее, прочее. Есть вот книга «Бегущая с волками» СТС, который рассматривает вообще женский архетип как то, что дает женщине очень много возможностей, если она соответствует своей природе. То есть, вот это вот найти в себе то первозданное природное, то, что гораздо древнее, чем разум. И оно очень часто выведет там, где где-то буксуются знания, которые достаточно новое образование по сравнению с инстинктами. Ну вот, собственно, мифы нас к чему подталкивают к работе с символами. И когда кошка и собака, ну или собака или другое животное существо является символом, то символом чего оно может быть. То есть, как бы вот мы смотрим на кошку, сейчас немножко, может быть, даже попробуйте попредставить все-таки с чем ассоциируется вот так вот, что, какой образ чего, символ чего она нам дает. человеческого качества. Кошка и собака, как по вашему мнению. Может быть. С чем ассоциируется? Мне кажется, у каждого же индивидуальные какие-то ассоциации могут быть. Индивидуальные, но, скорее всего, все-таки, я думаю, они... Интересно, у кого какие, как бы, может быть. Кошка – женственность, собака – преданность. Да, вот... будто бы собака, как животное, которое более легко поддается дрессировке и вообще более легко подчиняется человеку, может быть таким проводником между миром природы, миром чего-то дикого и вот человеческого, как бы, такого оккультуренного. А кошка уже больше будет говорить именно о какой-то очень такой природной сущности, которая менее подвластна каким-то человеческим влияниям. Ага, тут про что-то стихийное, собака больше про что-то управляемое, цивилизационное. Да, то есть она может быть как проводником между людьми и природой. И вот перед вами говорили кошка про женственное, собака про преданность и про некоторое отношение к хозяину, служение. Ну, кошка определенно более мягкой кажется. В принципе, у нее все движения такие мягкие, собака более такая резкая, возможно. Ну, вот если прям так грубо рассечем как психоаналитики рассекают на инстинкты такие больше любовные и больше агрессивные, то к кому, что к кому относится, по вашему мнению? То есть любовные это более женственные получается? Ну, возможно, я спрашиваю пока что. Ну, в таком случае я думаю кошка все-таки с более женственным ассоциируется собака с более каким-то таким четким, рациональным, мужественным. А, ну, кошка женственная и собака мужественная в вашем положении. А если про любовь и агрессию подумать, то как по-вашему? Сочетаются ли они или куда-то клониться в какую-то сторону? Может быть, Катерина, ваше ощущение? Я вот сейчас как раз подумала, что с точки зрения аналитической психологии, как раз если есть женские черты, это вот как раз такая текучесть, плавность, такая безразмерность, это вот как раз кошачья, а собака это структура, четкость, векторность, такое более мужское. Так что, мне кажется, мы сейчас это все примерно все вместе и выводим по каким-то представлениям. Может, какие-то еще мнения есть? Анна, может, микрофон дать? У меня вообще сейчас почему-то показалось, что мы говорим про питомцев, сконцентрировались на кошках и собаках, но их вообще такое большое большинство, если птицы, рептилии, кто-то заводит хомячков и так далее, так далее, как-то их тоже ведь можно подразделять, как будто наделять их теми же функциями, теми же ролями, которые мы собак и кошек наделяем. Мне почему-то в эту сторону подумалось. Да, хомячки, как там в этом старом анекдоте, когда начальник ругается на подчиненного, подчиненного на жену, на детей, дети на хомячков, а хомячки ни на кого не ругаются уже. Еще есть грустный анекдот по поводу того, что хомячок как-то пришел в этот мир, чтобы показать детям, что такое смерть, что-то такое. Да, вот, кстати, хорошая тема. Как она? Заденем тему умирания хомячков. У нас как раз следующее направление, в которое хотелось бы двинуться немножко глубже, это домашнее животное в структуре психики человека. И как раз животное как замечающий такой переходный объект. Вот хомячок не в плане как переходного объекта, это как знакомство с каким-то состоянием, с каким-то чувством, с потерей такой серьезной. А вот если про замещающий объект поговорить про кошек, про собак, про хомячков? Ну вот тут я прямо даже подгляжу в записи, есть такой американский психоаналитик турецкого происхождения Вамик Волкан, он соавтора написал книжку «Ментальный зоопарк», и там есть глава «Люди-кошки», где он собственно описывает, как кошки в нашей структуре психики функционируют на примере клинических случаев и описывает, что в принципе для людей взрослой психики, взрослой, и кошка может быть символом, в том числе она может быть символом как символическим таким объектом, который замещает нам например, утрату близкого человека. Вамик Волкан описывает семью, которая потеряла ребенка, и собственно они обратили свое внимание на кошку пристальное, то есть кошка какое-то время, пока идет горевание, пока в процессе переживания они очень любят и ухаживают за кошкой. Описывает случай, когда беременная женщина при подготовке к родам к первым также начинает пеленать кошку, как-то за ней с ней вошкаться. один из таких интересных случаев, когда происходит замена сиблингов. Он описывает как женщина, у которой были брат и сестра, которым мать уделяла много внимания. Она выросла и завела себе кошачью пару, самца и самку. На кошек у матери была аллергия. Когда мать приходила к ней в гости, она не могла общаться с кошками, общалась с этой женщиной, тем самым женщина в виде кошачьей пары воспользовала сиблингов и тем самым отыгрывала, что мать дарила ей внимание уже во взрослом возрасте, забирая его, не давая ее брату и сестре. Это все здоровое символическое отношение, а более такое когда кошка играет большую роль в психике, когда волк называет это прото-символом. И тут уже как раз речь о переходном объекте. Переходный объект это такой объект, который между внутренним миром и внешним миром у ребенка у каждого скорее всего он был, какой-нибудь плюшевый медвежонок, какая-нибудь зайка, кусочек одеяла любимого и ребенок он еще не очень для него можете вспомнить, когда нужно поехать в 3-4 года, надо срочно найти этого зайку и без него никуда. Если его не взяли, то так делать нельзя. И кошка может быть таким переходным объектом. и какие роли может он играть благодаря тому, что переходит на объект. То, что Катерина говорила про границу между жизнью и смертью, граница между внутренним и внешним миром. И с помощью такого животного можно регулировать, контролировать дистанцию. Например, если у вас есть партнер, то кошку можно класть между собой. Она залазит, ложится спать между вами. И соответственно у вас есть не геометрическая дистанция, но и психическая дистанция, ласка идет не сразу на партнера, а на кошку. И если он хочет что-то подобраться к вам или она, то ей надо преодолеть пушистость, которая лежит. Вот с кошками тут Катерина может добавить, потому что кошка маленькая, могу представить себе, а с собаками такую же роль могут играть. Вообще в принципе в том то универсальность и собак и кошек, что они могут быть объектом, в который человек помещает все, что угодно, все, что ему сейчас важно. Это может быть от получения какого-то любви и принятия, как говорят, если там что не помню, как это звучит, в общем, по поводу того, что за деньги можно купить любовь, купить собаку. Вот собака хороша тем, что у нее такое абсолютно материнское принятие тебя абсолютно любого, каким бы ты ни был. И это очень важно и ценно кому-то. У кого-то есть потребность в командовании, у кого-то вытеснена агрессия, как-то с ней все равно надо контактировать, и тогда человек условно может завести какую-то очень агрессивную собаку, которая на всех будет кидаться, а ему так вообще хорошо, потому что сам он так не умеет, а через собаку он к этому получает доступ. Кошки тоже есть очень много разных историй, когда у одной и той же семьи на протяжении многих лет сменялись кошки, но они были похожи по характеру, и условно там старушка божий одуванчик, а кошка у нее такая, что сожрет любого проходящего, и тут тоже повод задуматься, что у этой женщины вытеснена, или наоборот, собака такая совершенно без границ, или кошка без границ, которая делает вообще все, что угодно, и тогда тоже тут вопрос о том, насколько у хозяина хорошо с границами, и так далее, и так далее. Именно кайф этих животных в том, что в них можно поместить все, что угодно, и уже работать с этим, и в этом большая потребность у человека. Ну вот тут я позволю тебе комментарий, что если не задаваться вопросом к хозяину, что с ним, а что мы такое помещаем. Вот кошка у нас гуляет где хочет по дому даже, и то есть она может себе позволить такое, что в общем-то человек не может себе позволить. Например, залезть на стол с ногами. Там неудобно же с ногами сидеть, зачем туда залезать. Когда-нибудь запрыгнуть на шкаф, на шкафу посидеть. Естественно, с собакой мне представляет все-таки одна из важных функций, что можно что-то командовать. На улице я вижу, как владельцы иногда просто что-то не можешь позволить себе даже с ребенком, хотя с ребенком некоторые себе позволяют, но с собакой как будто бы это социально неосуждаемо, по крайней мере какое-то такое вербально жестокое обращение, я бы сказал так. Какие-то ругань, что-то такое. Иногда бывает ровно наоборот, когда очень суровый мужчина, который держит в страхе всю свою семью, и он очень жестокий и холодный, но у него есть любимая маленькая собачка или любимая кошечка, которая вообще светлого конца, и с ней он прям милота. Мне кажется, очень по-разному. Что он помещает в эту кошечку? Наверное, ему безопасно с ней, в отличие от остальных людей, поэтому он может быть с ней в контакте, а со всеми остальными нет, поэтому он некие границы ставит, в том числе агрессивно отстаивая свое внутреннее пространство. Собака или кошка туда допускается как более безопасный объект. Вот в этой книжке психоаналитик пишет о том, что кроме перехода как переходный объект животных можно использовать как сейчас будет немножко сложная конструкция неполные неинтегрированные саморепрезентации или репрезентации других. То есть наши образы, как мы увидим себя, если мы видим себя вот этот мужчина, к примеру Катерины, он считает себя, что мужик должен быть таким суровым, значит, всех держать в страхе. и позволить себе быть мягким можно только лишь с этой маленькой собачкой, с кошечкой, которая требует беззащитной. А быть беззащитным вообще не представляет себе, как быть беззащитным, потому что это ужасно уязвимо, ужасно можно подвернуться любой нападке и рухнуть куда-то в неизвестность. А вот это вот животное маленькое, которое зависит буквально от того, чтобы руку сжать и все хрустнет. Вот тем самым он помещает туда свою слабость таким образом. Да, и вот сейчас вспомнился рассказ о Хериоте есть ветеринар английский. Вот он описывал взаимодействие с местным хулиганом, который не любил вообще никого, это был подросток, вот всем какие-то пакости, козни делал, в том числе самому Хериоту. и как-то случилось так, что он завел себе щенка дворняжки, и вот это было единственное существо, которое он любил. Но там история достаточно грустная, собака заболела, ветеринар вот этот Хериот пытался ее вылечить, но не получилось, собака умерла. Этот подросток пошел по наклонной, как говорится, закончил там где-то в колонии, но вот такое ощущение складывалось, что вот этот маленький щенок был единственное вообще светлое существо, которое можно было любить, но как-то не сложилось, к сожалению, видимо, сил на что-то другое уже не было. И вот в качестве такой иллюстрации как раз про третий случай, как люди используют животных психически, психоаналитика описывает самые такие жуткие вещи, это помещение своей может быть тоже страшно звучит психотической части, то есть того, чего мы в себе не признаем никак, это даже не слабость, это не уязвимость или там сексуальность или агрессия, это нечто такое совсем ну совсем-совсем даже не детское, а младенческое, даже вот такого-то такого опыта, чего мы проще сказать, мы не можем себе это представить, чтобы этого с нами не было никогда. И мы хотим совершенно невозможно, что я, например, злой, ни в коем случае нельзя такого. тогда как бы даже агрессия такая неопределяемая, как ярость какая-то такая запредельная. И вот написывают случаи тоже, как Катерина сказала, про мальчика, который собака у него умерла, щенок, и он пошел по наклонной, про женщину, которая была зависима сильно от матери, вышла замуж, уехала в Европу далеко от матери и забрала и потом кошка выпала из окна. И причем технология говорит, как-то непонятно, как будто бы горничная постаралась немножко, но вроде бы может быть и сама женщина постаралась. После этого она заметила, что кот стал агрессивный, перестала нравиться и она предложила мужу его усыпить, потому что интегрировать оба аспекта доброты и злости она не могла, это было невыносимо. Когда кота усыпили, она ушла в глубокий то, что называется регресс, то есть она не смогла справиться со своим психическим состоянием. Вот такая история, когда мы в этих животных помещаем такие части, которых зависит прямо наша стабильность психическая. Да, и в этом плане очень часто случаи, вот я как ветеринар могу сказать, когда у человека постоянно болеют животные, все время, ну и дети там тоже может быть все время болеют. И удивительно, что если так случается, что данное животное, которое было больно всю свою жизнь практически всеми там неизлечимыми болезнями, оно попадает к какому-то другому человеку, то иногда так случается, что животное выздоравливает. И это тоже с точки зрения ветеринарии очень слабо объяснимо, но очень хорошо объяснимо с точки зрения психики. Этот объект, это животное просто стало такой условно коробочкой для помещения совсем других содержаний. То есть мы говорим о контейнере таком своеобразном. У меня такой вопрос, если, например, в семье несколько животных и каждое животное ближе к тому или иному члену семьи, можно ли сказать, что в отношении между животными как-то прослеживается отношение между людьми в этой семье? Тут скорее каждое животное будет отыгрывать те содержания, которые вложили в него его человек, его хозяин, но при этом условно, если брат с сестрой друг другом все время бьют, это не будет значить, что обязательно вот эти два животных брата и сестры так же ими собой будут биться. Поняла, спасибо. А может ли быть такое, что животное допустим сразу от нескольких людей себя вбирает какие-то черты или что-то, что человек в них помещает? Да, конечно, главное, контакт с кем этот контакт налажен. Поняла, спасибо. Мне еще не согласны? Нет, Екатерина, говорили про хаски маломутов, кажется, вот такого рода собакам, ну, я точно не знаю, видели породы собак, но есть собаки, которые как бы однолюбые, то есть они любят одного члена семьи, его слушаются, как бы, остальных вот как бы игнорят. Тоже, наверное, человек выбирает себе такую породу, как бы, как-то не случайно, да, и хорошо, если человек осознанно это выбирает, а когда, например, в семью, где есть дети, и где большое количество членов семьи выбирает собаку, потому что, ну, сейчас она такая красивенькая, в ютубчике постоянные ролики, да, и выбирают, например, акиту, такие большие собачки, тоже аборигенные, которые довольно агрессивные, любят одного хозяина, их еще очень постараться надо, чтобы доказать, что, в общем, ты имеешь право жить в этой семье, вот, и начинаются большие проблемы, то есть, человек просто не знает, с чем он столкнулся, поэтому, вот, прежде чем приобретать любое животное, да, было бы очень здорово про него побольше узнать и поконтактировать непосредственно с выбранным представителем породы, например, вот тут с дворняжками сложнее, потому что в них может быть понамешано очень много всего, вот, разных качеств, но, да, вот тот же самый Лоренц, он очень сильно любил Чао-Чао, который однолюбый, и ему это очень нравилось. Кто? Лоренц. Конрад Лоренц? Да, Конрад Лоренц. Просто у Фрейда тоже была Чао-Чао, которая контролировала время сессии, нагавкала. Очень похоже на него. И, кажется, по некоторым признаниям будило просто его во время сессии, тем самым мягким лаем. И да, у нас было такое искушение сделать презентации, вот, но поскольку мы понимаем, что образы на таком экране, особенно ярком и большом, привлекут внимание, и тут же все содержания зрителей устремятся туда, а мы ревниво будем Мы не выдержим конкуренции. Да, и мы решили поэтому воздержаться. Это маленькая обка, Анна. Мы говорили про контейнер, да, наших содержаний, про такой своеобразный симптом семьи, и вот в этом контексте, если собака, да, говорилось о том, что вот собака, она попала в другую семью и уже не была этим контейнером. Она стала контейнером для другого содержания. Ну, то есть вот там конкретная история, например, у собак и у кошек, у других животных есть облигатная микрофлора, это когда на шерсти животного в нормальном состоянии живет много разных маленьких организмов, скажем так, в том числе клещи, которые относятся к роду демодекоз. Болезнь, вызываемая этими клещами, называется демодекоз. То есть, если собака здорова и все с ней хорошо, то эти клещи живут на ее шерсти, не причиняя никакого урона никому, и никто это даже не замечает. Но при снижении иммунитета и при разных других ситуациях бывает так, что эти клещи начинают размножаться очень сильно и животное начинает выглядеть совершенно ужасным образом, оно лысеет, кожа становится очень красная, очень толстая, такими складками, прям вот на слона похоже животное становится, и это может даже привести к гибели животного. И вот есть несколько запротоколированных случаев, когда собака у одних хозяев заболела вот этим демодекозом и не могли ничего с этим сделать, не могли вылечить, решили усыпить, и вот кто-то добрый эту собаку решает подобрать, забрать и вылечить. И собака чудесным образом становится абсолютно здоровой, иногда на ней еще вырастает гораздо больше шерсти, чем было до этого. Ну, вот так вот удивительно. тоже приведу случай из книги, хочу поделиться, пусть меня впечатлило. Женщина заводит кошек, причем много кошек, у нее очень богатый муж, и она занимается тем, что, ну, как-то их лечит все время. Причем, кошки все были сначала боли, у меня такие, разным болели, потом она заводит какую-то кошку больную лейкемией, и все кошки начнут болеть лейкемией, одна с другой. Вот, и она как бы винит в ту, которая, соответственно, первая заболела, она берет новых кошек, и те заболевают тоже лейкемией, и у нее она участвует в создании фонда по гореванию по питомцам, потому что они помирают последовательно, и аналитик очень как бы не понимает, собственно, что у нее такое с ней происходит, там какая-то сложная история с матерью, которая ее не признавала, и последовательно реконструирует ее как бы фантазию, бессознательную так называемую, что она как бы хочет быть, как бы хочет кошку починить. А, еще момент такой, что эта женщина все время делала пластические операции, и что хочет починить себя, починить кошек, и тем самым как бы если себя починить не должным образом, то можно быть любимой матерью. Если починить кошку как следует, то она, соответственно, будет хороший, приятный. И постепенно как-то она много лет проходит терапию, и потом кошки начинают про них успокаиваться на этот счет, на этот счет кошек. Тут главное, что переход от протосимвола к символу, то есть для нее кошки перестают быть наполнены ее психическими содержаниями, постепенно она их извлекает, человек извлекает их, и кошка уже становится или какой-то объект становится уже просто символом, то есть неким тем, что отсылает к какому-то опыту. И потом может стать просто кошкой, то есть просто животным. Эта женщина завела потом ламу, то есть ламу, ламы, она стала их разводить, этих лам, продавать. То есть вот такой, то есть видимо, кто его знает, может более крупное животное лама, больше в себя вместит. Вот я думаю, что коровы вмешали в себя очень много, конечно, содержаний. Классный пример, когда вот животное был контейнер, который наполнили своим содержанием, благодаря психотерапии женщина научилась это содержание замечать в себе, и для этого перестал быть нужен вот этот контейнер. И то есть она вернула себе свои вот эти содержания, стала, грубо говоря, себя напрямую лечить, не используя переходный объект. И кошке стало гораздо легче жить, ну и в общем женщине, потому что она смогла напрямую с этим работать. Да, мы сегодня говорим о животных в контексте взаимоотношений с ними, то есть человек плюс животное, отношения. И это можно перенести даже в кабинет психолога, психоаналитика или аналитического психолога, отношения. Что-то происходит такое с терапевтом в этих отношениях. И тоже как раз происходит аналог, ну, очень грубый пример, да, но что-то подобное. и мы исследуем происходящее, терапевт пытается понять, что с ним тут происходит, да. Вот если аналогию провести, как вам такая аналогия, если кратко? Ну, в общем, да, есть же даже целый раздел психологии, который называется анималотерапия, когда вот как раз животных используют как, ну, скорее инструмент для контакта с содержимым человека. Вот, и здесь дело не в том, что какая-то собака такая, очень классный лекарь или кошка или еще кто-то, но вот у нас в зоопарке больше 15 уже, по-моему, лет ведутся занятия анималотерапии с детками с ограниченными возможностями. Вот работают там профессиональные психологи. И удивительным образом мы смотрим, как дети меняются, причем, как вы понимаете, тут как-то экспериментально поставить опыт, найти контрольную опытную группу чрезвычайно сложно, но те психологи, которые занимаются с этими детками вне зоопарка и вообще не знают, что дети, например, ходят на анималотерапевтические занятия, отмечают изменения. Вот самое, наверное, для нас было неожиданное и приятное, у нас мальчишка лет 17 ему, наверное, было, он ходил, он ходит всегда в печатках, то есть у него расстройство аутистического сперктора и он защищает себя от воздействия этого мира, он всегда ходит в перчатках. И мы начали обращать внимание, что он эти перчатки снимает при контакте с животными. И потом мама этого мальчика нам рассказывала, что когда они приходят после зоопарка на занятия с терапевтом в некой школе, терапевт говорит, а что вы делали, где вы сегодня были? Он ведет себя совсем иначе, посмотрите, он начал снимать перчатки. Вот, очень здорово. То есть такая безопасность мира, которую можно обнаружить в контакте с животным и потом потихоньку учиться это распространять еще на какие-то другие взаимодействия с другими объектами. Это очень здорово. Мы так погрузились именно в работу, в глубинную работу, в глубинное взаимодействие. Говорили про то, как домашние животные представлены в психике, в психике человека. А если сейчас немножко вынырнуть отсюда и поговорить про социальную скрепленность, про то, почему происходит выбор той или иной природы, про то, как мы умиляемся детенышами животных или какими-то маленькими животными, про то, как происходит прощание с питомцем. Вот такая заключительная официальная часть. Хотелось бы уделить ей время сейчас, перед тем, как мы перейдем к вопросам. Есть прекрасная книга про природу человека. Там очень четко написано. У нас, у человека есть определенные маркеры, которые позволяют ему определить, что это детеныш нашего вида и здесь не должно быть агрессии к своему детенышу, а должно быть умиление, желание согреть, понянчить и так далее. И для человека это какие маркеры? Это большие круглые глаза, это большая круглая голова, это минимальное количество каких-то выступающих объектов, типа там ушей, рогов, хвостов или еще чего-то. вспомните, как выглядят игрушки, особенно сейчас модно всяких монстров именно делать пушистыми с большими глазами, большими круглыми головами и посмотрите, как выглядят щенки и котята. В общем, это те же самые маркеры, человеком они считываются как что-то очень милое, в отличие от детеныша, не знаю, таракана или антилопы гну. И возможно это тоже позволило как-то нам с ними взаимодействовать, умиляться и видеть у них продолжение какого-то своего вида. И посмотрите на породы, которые очень популярны, британские кошки, у которых большие круглые глаза, большая круглая голова, чихуахуа, у которых большая круглая голова и так далее. То есть это все даже на уровне биологии, инстинктов в том числе. Мне кажется это не уверен, но кажется первый Дисней нашел образ Микки Мауса все помнят. Там конечно есть выступающие круглые уши. Уши только подвели их хвост. Круглые, да. У мышей же не такие большие круглые уши. Но вот Микки Маус голова у него занимает наверное половину от общего роста даже. С ушами может быть даже еще больше, чем половина. Это как три головы. В три раза милее. Скорее как символы груди на голове. Ну тоже может быть можно фантазировать. Да, но вот говорили про уход питомцев, то есть про смерть. Это действительно кажется хомячки в этом плане идеальный страшно объект. Но вот правда что с ними как-то и удобно отчасти. наверное не так значимы как например член своей семьи. Потому что рыбки уж совсем маленькие и к ним какой-то привязанности сложно испытать. Я немножко поделюсь про хомячков тогда. Однажды раздался звонок в дверь. пришла моя коллега говорит я тут завела хомячков что-то мне надоело я тебе их отдам. У тебя же тут дети не хотели хомячков? И дает мне такой контейнер ракеевский большой и там штук 40 их что ли и одна хомячиха рожает тут же значит другие набегают жуют все что она рожает. Я тогда впервые узнал что такое инфантицид что он свойственен хомякам. И вот эта вся история навалилась а потом сын ходил продавать хомяков стоял значит продаж 3 хомяка купишь им поилку у нас возникал такой внутренний экономический тоже хороший опыт благодаря хомякам приобрелся хомяки поэтому хомяки как бы и не постепенно как-то кончались 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 и кончились поилок становилось все больше и больше кстати про хомяков и контроль я сейчас вспомнила тоже прекрасную историю как нам принесла девушка хомячка и сказала что поскольку она не любит чтобы пахло и вообще ей некогда прибирать всю клетку хомячка она научила хомячка ходить в туалет и клала туда одноразовые прокладки и раз в сутки меняла вот эти вот прокладки было совершенно не пахло и хомячок действительно туда ходил нет ничего невозможного если очень хочется вот если видимо хочется сильно я вернусь к тому что хочется сильно командовать а собаку не дают то сгодится хомячок спасибо вам большое Андрей Екатерина такая вот водная часть мы коснулись всего пробежались конечно же голопом но давайте перейдем к взаимодействию с залом сегодня уже произошел небольшой контакт может быть сейчас побольше побеседуем возможно у вас накопились вопросы поднимите руку здравствуйте значит у меня вот никогда не было противоречий кошководы собаководы люблю всех одинаково сейчас у меня кошка потому что собаку содержать сложнее дома находиться кошка если спит 20 часов в сутки с собакой так не договориться но у меня отношение к людям которые не держат вообще никаких животных странное а к людям которые выражают неприязнь к собакам или кошкам для меня они вообще больные действительно так вот с этой точки зрения кто-то из вас говорил что зрелые люди держат животных а я сейчас думала наоборот может быть то что мы так любим животных и стремимся их держать это как раз о каких-то наших недостатках недовлюбленностях там недолюбили нас и тому подобное есть какое-то здесь объяснение или действительно те люди которые не нуждаются ни в кисоньках ни в мурыцоньках ни в собачках они взрослые самостоятельные самодостаточные и тому подобное ну мне кажется что идеального человека в принципе не бывает и у каждого человека есть свои потребности и вопрос насколько хорошо он их вообще умеет осознавать и насколько хорошо он умеет их выполнять а для этого есть разные инструментарии и например я не знаю тот же самый какой-нибудь охотник покупает лайк он не для того чтобы ее любить холить баловать или леть потому что это повышает его успешность в охоте например или там прокладка кабеля сейчас вот я смотрела при помощи такс например делают потому что она гораздо быстрее и как-то качественнее прокладывает эти кабеля в тоннелях вот и поэтому я бы не стала так категорично говорить что если у вас есть животное то вы там как-то как-то молодец или наоборот или если у вас нет то вы прям совершенные и все потребности свои знаете умеете как-то удовлетворять это какая-то индивидуальная история кто-то не заводит собаку ее боится и не любит потому что может быть у него был свой какой-то индивидуальный опыт его когда-то кто-то испугал искусал или там он пользуется какими-то убеждениями доставшимися откуда-то там от той же самой родительской семьи что собаки это фу это слюни там блохи и так далее и вот у него не было своего опыта для того чтобы это проверить это в мою сторону вообще нет я шучу шучу у меня правда не было опыта заведения такой собаки чтобы ухаживать мне показался этот вопрос про переходный объект вот как ребенок нуждается в игрушке в пустышке так и иногда животное является этим переходным объектом а иногда как сказала Екатерина животное оно как инструмент или может как друг не знаю для чего угодно подходит вот степень собственно когда я приводил эти три уровня да то есть есть символ есть просто можно относиться просто к животному то есть ну мы вот такие вот гомо сапиенсы значит независимые есть значит они там вот эти вот кошки которые ну никак мы не пересекаемся вообще то есть нам сейчас не надо хлеб охранять там не надо овец пасти все развод не живем мы вместе да это уж такая какая-то радикальная история на мой взгляд так это ну редко бывает все-таки когда мы заводим животных все-таки для нас символически что-то значит тут уровень если просто символ как бы как какое-то качество нам нужно вот преданность собаки да озвучивали или там сексуализированность кошки то есть как бы она просто для нас как бы мягкий мягкий пушистый может быть даже не переходный объект потом может быть эмоционально более насыщенные отношения уже как то что вот Анна говорит переходный объект уже как какому-то такому существу которое что-то для нас значит в нашем внутреннем мире поэтому например его утрата потеря там животного потеря там сбежала даже даже не погибло страшные переживания возникают да почему они возникают ну казалось бы а тут как бы какое-то ощущение как член семьи практически да вот что-то уже на грани того что дребезжит внутри и там и можно и как горе переживать длительное даже и потом вот собственно то что я приводил примеры вплоть до того это такие еще скажем так более менее здоровые отношения как символом этих протосимволом когда мы уже нагружаем то есть когда человеческая психика не справляется без животного она заводит ну уж тоже наверное кажется про маленького мука мультики да там была такая ведьма которая держала девять котов и вот девять котов они без нее как бы не приняли были кишелковые а без нее значит они там этого маленького мука всячески истерзывали вот и так же например на этаже живет женщина и там у нее вот есть питомник и все соседи хоть стрелять хоть вешать она ничего не сделает вот как-то вот тут уже разговор собственно о том что туда вот все-таки человек не может жить без животных да тогда это уже конечно как бы требует ну скажем не то чтобы тогда другим людям с этим человеком будет тяжело вот так вот я бы сказал то есть это все-таки уже психика одна не справляется то что вы говорите зрелое незрелое то есть конечно там незрелого очень много в такой психике я бы наверное даже знаете что добавила что одно из нормальных стадий развития ребенка это любопытство да любопытство оно появляется тогда когда ребенок чувствует себя в безопасности ну то есть условно если у него хорошая мама которая обеспечила ему вот это вот безопасное пространство ребенок становится жутко интересно и он готов к взаимодействию с чем-то новым вот и наверное вот как Андрей сказал в определенном возрасте почти каждый ребенок просит животное это вот как раз способ контакта с этим интересным разнообразным миром а вот насколько потом этот опыт закрепится да и как он будет использован в будущей взрослой жизни вот тоже очень по-разному могут быть сценарии кто-то становится собачником на всю жизнь или кошатником или там заводит игуаны или еще кого-то а кто-то получает необходимое количество любви социального общения и заботы через не знаю друзей детей родственников еще как-то да и тогда вот он туда вкладывает какие-то свои потребности каждый по-своему да вот как вы пришли в разной одежде но для всех одежда согреться и как-то себя показать например да и каждый из вас выбрал свой тип одежды вот так же наверное и про животное каждый свое выбирает добавлю мысль на вопрос что и кошка и собака могут быть хорошим тренингом до того как заводить детей например и для подростка соответственно можно определиться насколько в нем заботы какова доля заботы желание это может быть ребенок все-таки лет наверное до 9 еще не очень может оценить сколько ему надо вкладываться уже подросток может оценить сколько вкладываться но как будто бы потом понимает когда уже заводит что он не справляется а человек взрослый когда заводит животное он может оценить как он реагирует на непостоянство кошки как она может раздражать как на необходимость выгуливать собаку как это может раздражать или наоборот это приступы ласки которые и вот ребенок просто даст гораздо больше аффектов гораздо больше эмоционального наполнения чем домашние питомцы это такое ну как качество тренинга я бы наверное даже рекомендовал ну да и как определенный опыт установления контактов с чем-то другим каким-то непохожим на него выход из такого детского эгоцентризма где весь мир крутится вокруг меня а тут вдруг есть какое-то еще существо которое свое мнение и о котором там надо как-то заботиться и вдруг не я пуп земли а есть тут еще кто-то немножко пупее тоже очень классный опыт особенно в семьях где сейчас один ребенок и он вырастает единственный в семье и не приобретает опыта вот этого вот переживания прострации и прочего прочего я вспомнила еще пример мистификации вот есть такое мышление сказочное или как же оно слово забыла когда мышление магическое мышление да спасибо и вот у меня есть одна знакомая она завела собаку потому что есть такой взгляд ну не знаю какие-то статьи в интернете про то что если завести собаку то будет больше денег денег стало реально больше потому что ей пришлось больше работать больше или хомячков можно вон приобрести денег больше будет как уже нам сказал Андрей или лам или лам 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 будут размножаться можно их продавать уважаемые друзья у нас есть еще 10 минут чтобы позадавать вопросы пожалуйста поднимайте руку вот когда говорили насчет этой детской мечты о том чтобы завести домашнее животное мне вспомнился такой анекдот можно сказать про папу который не хочет заводить собаку а на следующий день после того как собака появляется начинает там с ней обниматься ее любить и в общем собака вообще становится лучшим другом и почему-то действительно вот я очень часто такую ситуацию наблюдала что именно папы против собак а потом они наоборот их очень любят и становятся очень близки к ним как вы думаете почему так происходит так понятно почему боятся привязанности потому что конечно привязываются что почему кошек например люди которые всю жизнь держали кошек, собак и потом отказываются их заводить после утраты питомцев потому что больно очень терять а когда привязываешься как бы ну вот то есть как бы вот у папы размеренная жизнь все нормально да тут надо как бы можно все это двинуть он понимает не то чтобы это даже повод все это двинуть и пойти гулять с собакой вообще очень полезно для здоровья ну а про пап наверное если брать такой какой-то классический такой а-ля анекдотичный случай то женщины и дети это же больше про чувства про эмоции они могут себе это позволить а мужик он же там должен терпеть и никаких эмоций поэтому может быть вот в этом заключается что не надо мне тут никаких собак но тут она появилась и между ними контакт установился и вот они чувства пошли да и он такой ми-ми-ми и здорово и супер что он освоил вот такую возможность ну так тоже не всегда бывает иногда и собаки и кошки становятся таким яблоком раздора и иногда это огромное количество скандалов вплоть до разводов и прочее прочее вот аллергии тоже очень часто появляются когда один из членов семьи не может как-то через разумные доводы себя оградить очень часто и через психосоматические какие-то проявления начинают его потребности вылезать спасибо и у меня еще вот такой вопрос часто такое бывает что люди очень похожи и внешне по характеру на своих питомцев как думаете это скорее мы как-то интуитивно выбираем тех кто похож на нас или это питомцы начинают в себя вбирать похожесть хозяина на хозяина мне хочется думать что люди меняются под питомцем я думаю и так и так ну это же любое взаимодействие бульдог растет вот бульдог растет он же бульдог в любом случае бульдог он никуда а потом смотришь хозяин правда похож ну как вот да и это тоже ну и как про мужу и жену тоже говорят что если они живут долго вместе и душа в душу они становятся постепенно похожи друг на друга то есть это про контакт про проникновение наверное ну про бульдог конечно я так шучу что ты думаешь такие люди выбирают породу под себя когда в случае собак а в случае кошек ну по своему опыту могу сказать что кошки у них тоже на самом деле есть некоторое альфа доминирование между особами вот и у меня две сестры живут значит и одна активная что-то одна когда приболела вторая стала вторая стала активная а так вот у них как бы вот какие-то функции они так расслаиваются и видно что они по человеку семей так по геометрии дома как бы какие-то вот свои у них привычки но когда одна меняет то и вторая как бы начинает по-другому себя вести вот и мне так кажется что какие-то вот элементы как вот вы говорили почему члены к членам семьи некоторые животные ближе как бы некоторым дальше да вот вот и тут так же какие-то качества они себе немножко присваивают более там какую-то сонливость куда-то там ленность другая более активная более такая игривая как-то тоже какие-то качества тоже разбредаются по разным существам да да точно так же как брат и сестра могут быть не похожи друг на друга и не похожи на родителей или наоборот один похож на другого а еще бывает что в разное время заведенные питомцы даже может быть одной породы кардинально отличаются друг от друга потому что человек меняется у него разные содержимые разные состояния про себя тоже могу сказать что до той собаки которая была которая есть у меня сейчас у меня был черный терьер это большая рабочая собака вся мохнатая с бородой с челкой я когда готовилась к фотосессии такой девочковой вот я вот как раз хотела сделать какой-нибудь кадр где мы с ней похожи внешне но не получилось вот ну вот вообще никак но при этом несмотря на свое породное прошлое эта собака очень угрюмая очень агрессивная и такая суровая вот она была по характеру примерно такая же как я такая вот и всех любила а сейчас у меня ретривер толлер вот он очень любит улыбаться мне каждый наверное третий прохожий говорит что мы с ним похожи вот а друзья тоже очень часто говорят что ой у тебя такая собака такая дурацкая такая веселая совсем как ты разница между собаками 10 лет спасибо у нас даже на афише есть вот эта фотография от собака там действительно одно лицо хочется сказать пожалуйста мы еще успеваем ваши вопросы поднимите руку про что? про корм да? а что а что именно про корм? микрофон пожалуйста говорите чтобы записи был здравствуйте здравствуйте хотелось узнать сейчас многие производители зарубежные которые которые мы покупали для корма для своих питомцев они сейчас стали производиться многие в России насколько они полноценны потому что ну вот у нас такие возрастные животные 14 там 15 тоже лет и хочется подольше с ними радоваться жизни вот стали есть феликс эти паучи я удивляюсь у меня прямо шок покупаешь паучи раэл канил канин нет значит иди от феликс вот насколько это допустимо спасибо это не про психологию но если вкратце то не надо общих рекомендаций обратитесь к ветеринару подберите тот корм из существующих который подойдет под возраст активности здоровья вашей собаки вот и не покупайте корма которые эконом класса потому что вот тот феликс про который вы сказали да и вот здесь есть кошатники это так называемый эконом корма которые производятся из некачественного отходов боин и там нет качественных белков скажем так а поскольку ни одна нормальная кошка не будет есть не очень хороший корм то туда производители кладут очень много привлекательного запаха для того чтобы кошка его использовала вот вот недалеко как вчера сын включил ролик значит всякие видеоблогеры делают разные супер-пупер эксперименты и блогер значит взял своего кота насыпал ему разного корма по разной степени стоимости вот самый дешевый там какой-то чуть-чуть средний и дорогой там какие-то марки были я не буду не помню это первый звонок буквально минутку надо будет завершить без как бы уничтожив сумняшися лопал самый дешевый корм он самый ароматный самый пахучий да видимо потому что кошки и собаки они же в основном ориентируются на запах они на вкус вкусовых сосочков у него гораздо меньше но опять-таки нет правил без исключения есть животные которые прекрасно себя чувствуют на разных линейках просто это к ветеринару конкретно не надо здесь обобщать надо индивидуально немножко психологии все-таки есть да ну видно как тревожно когда даже вот такие вещи как международные процессы которые влияют на как бы вот питание питомцев поднимают в нас тревогу да что мы не даем им того чего можно дать да как будто какое-то возникает ожидание я думаю что тут вот от этой тревоги питомцы могут тоже как бы ее пытаться залезть как бы залечивать и тут как раз хорошо бы немножко ее так вот у ветеринара может быть успокоить чтобы вот все было не на себя брать ответственность там где вы не можете найти точки опоры к специалисту обратиться ветеринар вам распишет спасибо большое за ваши вопросы спасибо сегодняшним нашим гостям Екатерина Андрей спасибо большое спасибо вы поучаствовали в сегодняшнем эксперименте таком нашем батле думаю мы и в следующем в следующий раз попробуем у нас на следующей неделе будет психиатр с темой по книге мы выложим в своих соцсетях кто еще не подписан у нас есть куар-коды вот здесь вот на вот этом цветном планшете на столике а через ну у нас вообще весь февраль насыщенный все мы в соцсетях обычно опубликуем будет еще встреча посвященная трудоголизму возможно для кого-то это проблема поэтому приходите 22-го спасибо большое вот подписывайтесь и спасибо вам большое до свидания всем за внимание всего доброго спасибо Продолжение следует...